Когда отец уйдет, Бронни Джеймс как величина не будет восприниматься. Что я теперь конницу Йокичу буду красить? Да. Ни Важноровский, который ушел на пенсию, ни Чаранья, который пришел ему на пост. Вообще какой-то отстраненный человек. Как будто не супер объективно это все, да? Да это вообще не объективно. Трудно быть эмоциональным, когда тебе говорят, что ты звезда с 11 лет. Они и не лучшие, они и не худшие. Плей-ин еле-еле в плей-офф попадут просто вот на зубах. Следующий матч у них Милусоки. Милусоки, это что-то между Милоки и Миннесот. Да. Всем привет, друзья! БСК ТБЛ, два про НБА. И мы залетаем к вам в гаджеты, как первый трехочковый за Денвер от Рассла Весбрука. Блин, вот это, конечно, суперская. Суперское начало. Не хотелось бы его рушить. Ну, давай еще минуточку, пару славы выделим для этого. Да. Вот, а обладатель это интересное, просто интересное вступление. А Тон Шестак, пожалуйста. Да, очень приятно. Очень приятно. Константин Варевода, человек, который оценил это вступление. Я думаю, что вот так и должен был начаться этот год. Вот этот сезон, он будет особенным. Если Рассел Весбрук набирает первые очки за команду трехочковым, значит, что-то в этом мире не так. Как это фраза? Как Новый год начнешь, так его и проведешь. Ну, представь, что у Рассла Весбрука просто полетит армада из-за дуги. Но если так, то тогда что-то руководство Дедвер Наггет знало. И Майкл Малон вообще может не волноваться против кого он играет. Против, не знаю, там, Клиперс, Лейкерс. Да нет, круто, круто. Я прям рад за Рассла. Пускай, пусть все будет так. Потом, конечно, он нас не радовал. Пять подряд он не забил, конечно. Но все же, надо отметить это достижение. Костя, чтобы не терять наши трансляции великолепных предсезонных матчей, куда же нам идти, куда нам подписываться? Расскажи, пожалуйста. Ну, конечно же, обязательно эта группа ВКонтакте. Да, ты там уже комментировал, кстати. Естественно, да, один матч, Нью-Йорк-Шарлотт. Если кто-то не посмотрел, обязательно пересмотрите. Потому что, если даже смотрели с моими комментариями, пересмотрите с комментариями комментаторов Шарлотт. Когда Бриджес первый данный сделал в первой четверти, там уже... Отдельный вид искусства, потому что даже я как-то, знаешь, язык проглотил, потому что я не знал, что сказать. Вообще, у них там удивительная банда собралась. И, кстати, я на Трансляции тоже говорил, там вообще в Шарлотт даже произошла такая реновация самой арены. Она, во-первых, из двух периодов состоит. То есть в этом году сделали улучшение и дальше. Но что меня поразило, как один из вид улучшений. То есть если раньше был такой премиум-билет на матч Шарлотт в тип-ложу, то сейчас есть пять видов премиум-лож, которые можно как бы себе купить на матч Шарлотт. Поэтому если кто-то будет находиться в этом великолепном округе, пожалуйста, залетайте. Я не знаю, что они там придумали, чем можно там людей развлекать. Ну а паркет все тот же, в сотах, пчелки там как будто бы. Да, а еще, опять же, когда готовишься к матчу, тебя заносят на такие разные виражи. И у каждой команды в NBA есть, по сути, такой своеобразный, в кавычках, официальный подкаст, который ты слушаешь. А Шарлотт Хорнес, понятное дело, перевод и вся вообще эстетика этой пчелы. И подкаст, знаешь, основан на стилистике Роя. То есть называется Шарлотт Хайф, а Хайф – Рой, то есть в переводе. То есть они вообще настолько там бездумно используют всю эту, которую рядом, около, можно подобрать синонимы. Ну, получается прикольно. Нет ли у тебя аллергии на мед? Нет, у меня нет аллергии на мед, но говоря о сладком. В одном из прошлых выпусков, под одним из прошлых выпусков, там спросили интересный вопрос, какой ваш любимый глазированный сырок? О, друзья, сейчас во вкусвилле, или вкусвилл, раз уж правильно. Нет, давай сейчас не вот это, мажорная тема. Это не мажорная тема, это не Баю Александров, не надо. Значит, глазированный сырок, фисташка, малина. Вот возьмите, я не ел в жизни, но жена моя ежедневно его хомячит, поэтому вот вам совет, 100% не пропадете. Таких вкусов раньше не было, знаешь. Я вот для себя помню обычный сырок, на нем очень надпись была, сырок такая. Чтоб ты меня перепутал с водкой. Ну да, и он такой был, как фольга, типа как цвета фольги, ну то есть такой светоотражательный, из синей вот такой полоской. И там было написано сырок. Да, он сейчас тоже есть. Это потом уже появились там всякие коровка-эскореновки, вот эти всякие вкусы. Навороченные. Разные, да, интересные, внутри с малинкой, там еще с чем-то, а раньше такой простой сырок. Еще мне интересно, откуда эта история пошла, кто его первую сделал. Я думаю, это что-то связано с телеграм-каналом БСКТБ, где новости появляются. Да, я думаю, там можно найти историю становления вот этого всего. Потому что вот в чем кайф, да? Мне кажется, сам сырок, он как будто не то чтобы безвкусный, но что-то есть сладкое, да? Но если это еще и приправить сверху шоколадную вот эту оберну, это получается что-то такое вкусное, что можно есть каждый день. И читать, как наш телеграм-канал, в котором есть новости, мемы, ссылки на трансляции, ссылки на YouTube. Если вы этого не сделали, подпишитесь, разрекламируйте друзьям. Вот. Ну, мне кажется, после такого спича точно надо подписываться. Все новости, все супер слухи, сенсации, все там освещено. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы начинаем сегодня очень много тем. Костя заряжен, как примерно мой телефон. То есть на 77% сейчас. Да? Возможно, возможно. Но для того, чтобы зарядиться на полную, на все 100%, нужно обязательно упомянуть нашего великодушного партнера, без которого ничего бы этого не было. Друзья, не забывайте, что партнером нашего канала является компания Пари, которая делает большой вклад в развитие российского баскетбола. Например, компания поддерживает баскетбольный клуб Пари Нижний Новгород, который на протяжении многих лет успешно выступает в единой лиге и радует болельщиков не только своими победами, но и классными проектами. Благодаря Пари мы создаем спортивное комьюнити, в котором вам всегда будет интересно и здорово проводить время. Бонус от Пари можно забрать в нашем телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии. Пари окружает игрой. Это, кстати, про 73, сейчас ты говорил, 77%, я наткнулся на ролик, где, это, скорее всего, в теннисе, ну, это понятное дело было в теннисе, но я имею в виду какой-то выставочный матч, и там Андрей Агасси подавал, а принимал Роджер Федера. И такая история была, он спрашивает у Роджера, а тебе куда подавать, там лево-право еще что-то говорит, как сильно, и ему Роджер говорит, ну, давай где-то 113 скорости, он подает, а там 114. Чуть-чуть, чуть-чуть, не могли там вот подкрутить. Сильно, сильно. Да, ну, здесь такая история. Ну, что, предсезонка-то, в принципе, началась, стартовала, очень круто видеть этот сумасшедший, пока что иногда даже неразумный баскетбол, вот, но все равно первые две четверти вместе с игроками, которые, в принципе-то, некоторые, да, у нас и лигу олицетворяют, мы увидели. Ну, и, естественно, что говорить про Бостон, Денвер, все ребята, которые его только-только начинали, мы уже, думаю, немного как-то вот прошли вот эту временную рамку. Но, как бы, обсудить игру брони мы обязаны, потому что на этом очень много чего крутится, особенно в стане Лос-Анджелес Лейкерс. Просто какие твои первые впечатления сначала, просто первые два матча, так знаешь, кратенько, не нужно в какой-то там, короче. Ну, я не очень рад, что Джей Джей Рэддик выпустил брони вместе с отцом в предсезонке. Я хотел бы это видеть на официальной игре, и я хотел бы, чтобы это было как-то увековечено именно официальной игрой. Понятно, что так будет и в сезоне, но вот как будто бы дали основное блюдо, когда ты еще не хочешь кушать. Вот что-то такое. Ну, вот не знаю, мне не очень нравится, когда ты ждешь чего-то очень важного, события какого-то, которое будет, ну, действительно историческое, и это происходит либо в очень неважном матче, либо вообще в товарищеском, ну, по сути, как произошло тут. По игре брони, ну, мне кажется, цифры говорят сами за себя. Все... Цифры печальные. Все очень плохо, игрок не уровня NBA взят, потому что у него есть отец Леброн Джеймс, и, собственно, выпущен на площадку по тем же причинам. Не вижу ни одного доказательства того, что если выпустить на площадку нашего, там, например, любимого Бахтиора, который сейчас снимает этот выпуск, что было бы хуже. Ну, типа, ничего сверхъестественного. Понятно, что игрок абсолютно среднего уровня и, возможно, там даже не топ-5 в команд Евролиги даже в состав попадал бы. Ну, смотри, перед тем, как на главную тему зайти, я просто что хочу сказать. Вот эта история, что да, он играет в NBA, но играет за счет своего отца. Мне понравилось, как немного эту тему на ESPN затронули, то есть и Стивене, и Шенон Шарп. И там вообще с приходом Шенон Шарпа классно, что поднимаются иногда такие, знаешь, сложные, вязкие темы, которые, как бы, публично обсуждать никто не хочет. Но вот если взять, да, приход брони. Одна позиция была, да, конечно, Леброн своим вкладом в баскетбол заслужил, чтобы, опять же, по словам Стивена Смита, чтобы брони играл в этой лиге. Я бы все-таки много перефразировал и сказал, что Леброн своими действиями, вкладом в баскетбол заслужил дать шанс брони выступать в этой лиге. Это как, ну, как вот такое... Не, ну, с таким же успехом он бы мог заявить туда мать, например, или там отца. Да, мог бы заявить, без разницы. Ну, типа, ему можно все, какая разница? Здесь, да, здесь интересно, с каким подходом сам Шенон Шарп подошел. Он говорит, вот, ведь, по сути, в баскетболе мы об этом не говорим, но все точно так же, некоторые ролевые игроки, менеджмент, руководство, оно все приходит точно так же по связям. Оно все приходит через рукопожатие. И про это никто ничего не говорит. Всегда все пытаются найти какие-то интересные факты из биографии. Почему тот пришел? Почему так? Но на самом деле все там тоже делается практически все, практически все. Я думаю, что через связи. Но об этом никто не говорит. То есть не ставит это под знак вопроса. Вот помнишь, например, когда Буденхольд приходил из Атланта, он тренировал в Милоке, он там практически весь свой штаб забрал. Если я... Да, да, да. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. То есть, по сути, это ведь то же самое. Может быть... Неправда. Тренеры всегда берут свой штаб, потому что им комфортно работать. Ну, я же тому что. Может быть, гейм-менеджмент считал, что, слушай, давай Буденхольдзер построим все сначала. И у нас тоже, может быть, есть свои люди в тренерском штабе. Но Буденхольдзер говорит, нет, я все с собой приношу. И там как-то это урегулируется. Кость, я согласен. Но есть отдельные моменты, когда это все делается в кулуарах, когда это все делается незаметно. И когда там у меня есть знакомый тренер, который есть, там у него хороший физиотерапевт, давай его к нам, у нас там зарплата 7 тысяч евро в месяц. Да, да, я согласен. Это не анонсируется. Воу, у нас теперь новый, потому что он по знакомству, он родственник того-то. Тут это раздувалось, как будто бы еще искусственно, как мыльный пузырь, что это сын Леброна Джеймса. Когда приходил Стэв Карри, никто не говорил, что это сын Карри. Ну типа всем насрать было на Карри старшего, и всем насрать было на младшего, когда он приходил. Потому что это обычный средний игрок был очень хренового, даже можно сказать, телосложения для баскетбола. Потом это все раскрылось. Никто не трубил, когда там приходили сыновья известных людей. Никто не трубил. Я понимаю, но и Леброн сам тоже не трубил. Это действительно искусственно созданная такая масс-медиа. Ты серьезно? Ты думаешь, Леброна пиар-менеджмент не занимался тем, чтобы сообъединить их в команде? Нет, то, что он пытался обвинить, это было и Барану, который на ворота смотрит, и было ясно. Поэтому я не понимаю, зачем потом вбросились разговоры о том, что Голден Стейт думали, чтобы брать броню, потому что у них был вариант пика выше. Я вообще не понимаю, зачем. Леброн, вот твой тезис, что Леброн заслужил дать шанс сыну заиграть в этой лиге. Ну, во-первых, это не мой тезис, я его заимствовал. Хорошо, это твой заемный тезис, который ты обязательно отдашь после выпуска. Я уверен, что он бы был правильным, если бы действительно броню играл в другой команде. Тогда бы это было дать шанс заиграть ребенку в этой лиге. То есть в Детройте или в Вашингтоне, например, у брони бы было больше возможностей и больше игрового времени. Ну, скажем прямо, если бы он хотел дать шанс, действительно. Нет, мне кажется, здесь все прямо пропорционально идет от масштаба фигуры Леброна. И если бы условно была возможность у Винца Картера поиграть вместе со своим сыном, когда он там заканчивал где-то Даллас или Атланта, ну, это бы не воспринималось так, как сейчас это коллинируется там в прессе брони с отцом. То есть это была бы совсем другая история. Ну, да ладно, это все теория заговора, я просто о чем хочу сегодня поговорить. Много кто уже разобрал игру брони, если вы хотите посмотреть детальный обзор, есть канал Awful Coaching называется на Ютубе. Там просто чувак разносит всех и каждого, и там каждое действие брони, оно расписано, что оно угрюмое, недостойное. Он вообще в этой лиге не прожитет, если бы. Но манера очень у чувака похожа. Похоже, да, и он просто не стесняется, говорит, ну, что ты, зачем ты в этой лиге. Ну, короче, объясняется очень так-то, даже если вы не сильно носитель английского языка, вы все поймете прекрасно. Так вот, у меня возникли некоторые вопросы к брони, даже не потому, как он выступает на площадках, а просто как будто по его огню в глазах. Ну, это вот раз. Потому что как-то вот не хватает мне у него действительно вот этой зажигательности, что ли. Либо он это не показывает, он еще такой немного скромный. То есть, чудак знал, что он будет играть в Лейкерс в тот момент, узнал, когда туда перешел Леброн Джеймс и его отец. Какой огонь в глазах, когда ты знаешь, что ты будешь в NBA. Когда ты попадаешь туда со студенческой скамьи, ты офигеваешь и хочешь себя показать. А тут ты это знал за 4 года до этого. Вот, я поэтому этот как бы фактор оставлю за скобками. Да, два матча уже Лейкерс отыграли. И, кстати, следующий матч у них Милу Соки. Милу Соки, это что-то между Милоки и Миннесота. Да, Милоки, Голланд Стейт, Феникс и потом снова Голланд Стейт. А потом уже начинается как раз сезон и самое рубилово. Вот, я не хочу, чтобы в этих встречах, которые были, Броня играл пассивно. Я не знаю, в чем тут вина самого Броня, либо же штаба и самого главного тренера Джей Джей Рэддика. Но, если брать конкретно матч с Фениксом, у Броня было 13 минут игрового времени. За это время он всего лишь один раз бросил по кольцу из-за считанных попыток. Один раз он попал, но там был неправильный заслон. И судьи в итоге отменили действие. Ну и в целом атака повернулась в другую сторону. Касательно этих минут. Кэм Рэддиш сыграл 10 минут, выбросил 2 раза. Гейб Винсент сыграл 10 минут, выбросил 4 раза. Далтон Кнект сыграл 21 минут, он здесь значительно больше, выбросил 9 раз. Ну на него большие надежды, ему дают больше просто. Мне очень нравится, как он выглядит, да. Ну и здесь нужно немного, знаешь, так нам... Здесь очень сейчас будет много информации, но самое главное тут вычленить нужное. Если основываться на том и предположить, как у Брони пойдет карьера и если она пойдет успешно, то есть он должен свои вот эти 13 минут, он должен кого-то пожирать, условно говоря. То есть тех, кто там еще играет на площадке. Из тех, кто играет номинально на втором номере, это Макс Кристи, который в этом матче отыграл 28 минут, 14 раз бросил по кольцу. И Джейлин Худшифина, который отыграл 16 минут, бросил 7 раз по кольцу. То есть это будет кто-то из вот этих двух людей. Один из них, то есть Макс Кристи, это 35-й пик 2022 года. Джейлин, я его буду так называть, просто длинная фамилия, еще через эфиз. Он был 17-й пик 2023 года. Они тоже все молодые, им есть что доказывать. Первый из них, соответственно, Кристи. Он отыграл в прошлом сезоне 67 игр, Джейлин отыграл 20 игр. Там я даже посмотрел, вопрос был не травм, а просто не выходил на площадку. Ну то есть все прекрасно понимали, что в прошлом сезоне у Кристи было больше времени игрового, а у Худшифина так немного поменьше. В чем у них явное преимущество? Что брони номинально, он ростом 6,2. Это сколько? 188-186 сантиметров. Оба этих парня, у них 6,6 по 198 сантиметров. То есть в защите они способны на большее. И вот тут у меня возникает вопрос. Для брони, получается, нужно искать больше вариативности в атаке, потому что в защите он даже если будет сам из себя выпрыгивать, он все равно будет давать меньше. И тут нужно в первую очередь отталкивать от 100% трехочковых. Худшифина ужасный, ужасный снайпер. Он в целом бросал за те 22 матча, которые появились на площадке 0,7 трехочковых выброшенных. Он далеко не снайпер. А вот Макс Кристи, там история другая. Он бросал почти два трехочковых за матч 36%. Довольно-таки хорошая реализация. В среднем за матч набирал 4 очка. Здесь будут такие маленькие цифры, но я просто хочу понять, как сделать так, чтобы карьера брони не обвалилась и пошла куда нужно. Вот в эту историю. Как мы тогда с Леброном пытались подумать. Но здесь это прям реальный пример. Поэтому нужно чуть назад откатиться и посмотреть на ротацию, которая была у Лейкерс в прошлом первом раунде. В прошлом году, когда они 4-1 отлетели Денверу. Да, Дэвис, Леброн, Д'Анджело, Остин Ривз и Руиха Чимура – это ребят, которые золочены. Они в любом случае будут играть. Таурен Принц получал 22 минуты. Он сейчас в Милоке. Спенсер Динведи получал 15 минут. Он сейчас в Далласе. И Гейб Винсент 14 минут, Джексон Хейс 6 минут. Джексон Хейс и все остальные ребята, которые вот здесь – Далтонет, Кэм Рейдидж, Джаред Вандербилд, который после травмы, Льюис, Дэвис и опять же тот же Джексон Хейс – это ребята, которые, ну, большие, значит, большие, либо форварды. То есть брони на их время вообще никак не претендует. У него, получается, в конкурентах. — Подожди, а Кэм Рейдидж сильно высокий? — Ну да, он больше такой small forward. — Который в Атланте был? У меня же ничего не путаю. — Да-да-да. — Мне почему-то оказалось, что он такой, типа, ниже двух точно. — Ну, ниже двух бывает, видишь, разные истории. — Бывает метр девяносто девять, бывает метр шестьдесят, да, я понимаю. — То есть, получается, если вот так разделить пул игроков, условно, ротацию, которая на следующий сезон, у него в соперниках Данжело Рассел, Гейб Винсент, Макс Кристи и вот этот как раз худший финн. — Ты имеешь в виду в конкуренции? — Да, в конкуренции. — Ну, в соперниках. — Ну, условно говоря, против них он и будет. — Да, в конкуренции за вот это время. — В принципе, ты по Фрейду, потому что он, скорее всего, против них и будет играть, учитывая, как он играет. — Да. И здесь, получается, у Бронии есть два варианта, куда пойти. — Ну, либо... — Да-да-да. — Либо другую команду. — Да, вот я тоже так думаю. — Вопросов нет. — Но смотри, то есть, если он решит для себя, опять же, там, я думаю, что с тренерским штабом очень всё через рукопожатие идёт, но если я хочу больше разыгрывать мячом, потому что я не смотрел за игрой Бронии в его до-энбашный период, он для меня, знаешь, подразумевается такой комбо-гард. Это вот как Тремен, который в Шарлотт, опять же, матч, который мы комментировали, вот в нашей группе, не забывайте, подписывайтесь. То есть он такой, как немного напоминает такого комбо-гарда, который может делать всё. Но проблема в Лейкер-Стон, ты не можешь делать всё. Есть Леброн, который всегда игрой завидует на площадке, есть Рассел, который второй номинальный. И здесь, знаешь, грызться за то, чтобы оркестрировать решениями на площадке вместе с такими звёздами, ну, это вроде как неразумно. Даже если учитывать, что твой батя дирижёр, остаётся выход второй, чтобы Бронии как-то, знаешь, превратился в такого, условно говоря, второго номера, но с броском. Которого, судя по всему, нет. К этому... Ну, нет, ну, я понимаю, сейчас многие скажут, что он там на драфт-комбайне, сколько там, 13-3 очков попал и прочее, прочее. Но, ну, мы же видим, что... В летней лиге у него с тем очень плохо. Да, мы видим, что когда игра, когда темп, когда пульс повышается, всё, у него темповой бросок, он падает. Там, когда ты просто точки бросаешь, это одно дело. И тут я тоже думал, может быть, есть возможность у него набирать очки больше такими, знаешь, флоутерами с краской. Потому что по показателям, вроде, на драфт-комбайне у него был и приличный прыжок, и скорость. То есть вот он себя, как бы, знаешь, не только должен лимитировать бросками с дистанции, он это может совмещать как раз вот с этими проходами, может, там какие-то передачи у него определятся. Но я к тому, чтобы не потеряться из ротации, ты должен бросать вот эти трёх очков и должен бросать их хорошо. Потому что твой отец тебя найдёт передачей, если нужно. Данжело Рассел, ну, Данжело Рассел, я не знаю, у него в предсезонке даже видно иногда вот эти броски за три метра. Ну, опять же, здесь кто чем хочет, тем и занимается в предсезонке. Возвращаясь к нашей истории. То есть мы понимаем, что у Бронни примерно 10-12 минут, если представить идеальную ситуацию, у него будет на площадке. Это в регулярке такого не будет. Только если они будут вести очень много или проигрывать очень много. Ну, хорошо, давай тогда... Это вот сейчас ему дают эти минуты. Ну, да, это, опять же, говорю, идеальный исход событий. Я уверен, будут матчи, когда он просто не выйдет. Просто не выйдет, да, я согласен. Но, хорошо, давай тогда так представим. На вот эти дальнейшие четыре матча предсезонки свои 10-12 минут, я думаю, он будет получать. Там уже вопрос агрессивности, будут ли на него играть партнёры. Но я к тому, что если отталкиваться от статистики, у него процент должен быть примерно 30-35, чтобы конкурировать с Кристи, вот этим худший Финна и Винсентом. И как минимум по два трёхочковых он должен выбрасывать. Чтобы это не было так прям пассивно. Значит, я зашёл на сайт NBA, выбрал статистику, там, традиционно осталось, процент трёхочковых. И я вообще изначально выписал, вдруг броня может четыре трёхочковых выбрасывать. Это просто выбрасывать. Ну вот. И там, значит, такие персонали у меня высветились. Кто были, ну, лидеры по процентам в прошлом сезоне. Ну и, скажем так, не звёзды, если, да, брать. Угу. Грейсон Айлен был лидером, который сейчас играет в Фениксе. Да. Люк Кенарт, который в Мемфисе. Норман Пауэлл, который в Клиперс. Аарон Нейсмит, который в Индиане. Гэри Трент младше в Торонто. И Анферни Саймон в Портленде. Там ещё, конечно, много имён. Но то все суперзвёзды. Но даже сравнивая вот этот пул игроков, ну, брони пока ещё не на том уровне. Хотя они, видишь, даже по антропометрии и примерно по росту, они, ну, не так уж и далеки. Но я пошёл дальше. Хорошо. Если мы брони действительно будем давать ещё меньше времени. То есть в этих игроках изначально лимитирования минут не было. И они играли действительно там по 20-30 минут. Значит, я поставил параметры трёхочковые. Четыре выброшенных за менее чем 12 минут. И знаешь, в моей такой детской статистике в голове это пронг укладывается. Чего у тебя целая четверть? Ну что, ты четыре раза не можешь бросить. Такого игрока нету в лиге вообще. Конечно, конечно. Вот. Я, значит, поднял немного показатель минуток до 20. И здесь уже реальные претенденты, по чьим стопам, я считаю, брони может ориентироваться хотя бы. Значит, это Азея Джо. Из-за Клахомы. Ну вот. У него 42%. Это великолепный процент, конечно. Но парень из ротации в любом случае не выбывает. И нельзя сказать, что Азея Джо суперклёвый защитник. Он у себя выжимает всё, что может. Но его огромный плюс в том, что он хорошо атакует с дистанцией. У него рост 6,3. То есть у брони мы поднимаем 6,2. Дальше идём. Сэм Мэрилл. Кливленд. Рост 6,4. Процент с дистанции 40. Алек Бёркс. Которого в этом сезоне в Майами подписали. Он ростом уже действительно значительно повыше. 6,5. Но процент 38 из-за дуги. И, кстати, же в этот список попал. Но он не, как бы сказать. Ростом значительно выше, чем брони. Но Кевин Лав. Наш любимый. Он 35% из-за дуги. Меньше, чем за 20 минут. Классно. Ну и Джордан Холлинс. Который из Нью-Йорда Пеликанс. 37%. Ростом тоже 6,5. Да, это ребята все значительно повыше. Да, они могут давать чуть больше в защите. Но я уверен, что ненамного. И вот эти такие четыре персонали. А учитывая то, что я за Майами в любом случае буду пристально следить. Можно сравнивать, как пойдёт дальше дела у брони. Вот хотя бы с такими ребятами. Мне кажется, вот это колоссальный труд, который ты сделал. И супер подготовлена вся выкладка по статистике. Мне кажется, он просто летит в трубу из-за того, что у Броди Джеймса просто не будет этого. Не будет минут, ты думаешь? Не будет минут. Не будет четырёх бросков за четверть. Не-не, там не четырёх, за двадцать минут. Ну, двадцать, так тем более у него не будет минут. А за двенадцать он просто не успеет их выбросить. И история вот в чём заключается. Когда ты брони Джеймс, вот приходит новичок, да, в лигу, со второго раунда, никому абсолютно неизвестный. Выходит на эти двенадцать минут в команде, в любой, в Кливленде. Выходит и набирает за эти двенадцать минут восемь очков. И все такие, охренеть, вот это со второго раунда взяли чувака, помог в трудную минуту. Там, я не знаю, в третьей четверти вышел и там, не знаю, проигрывали десять очков, стали проигрывать два из-за его восьми очков. Вот молодец. Когда ты брони Джеймс, никто не удивится, если ты наберёшь эти восемь очков, первое. Во-вторых, если ты их не наберёшь, к тебе ещё будут претензии. Хотя ты такой же, просто никому неизвестный пацан, по сути. Если абстрагироваться от отца. Ты просто человек, который пришёл на втором раунде, на хер знает в каком пике. И ты вообще как бы и не должен эти четыре броска делать за четверть и показывать себя. Ты вообще, может, никогда не выйдешь за эту команду играть даже. Ведь много игроков, которые приходят там в конце второго раунда и просто потом не играют, их отказники и так далее. Если ты брони Джеймс, на тебя такое давление, которое не испытывает даже там, я не знаю, люди, которые там, Анферни Саймонс и прочие, которые уже выше по рангу. Но если они не попадут, ничего не будет. Когда ты брони Джеймс, после каждой игры будут выходить новости, в том числе и на наших порталах, на sports.ru, будут выходить новости, почему в этом матче брони обосрался, почему в следующем матче. После каждого матча будет статья про брони Джеймса, что он опять ничего не показал. А если показал, ну, наконец-то, соизволил Йоколымене. Эти условные личности, это то, которые люди ты смотришь в другой команде. Вышел этот Сэм Мэрилл в Кливленде, и ты тоже не знаешь его вообще, когда он выбрал, на каком драфте, как он пришел в эту команду. Ну, вот получил он там свои 10 минут в каком-то матче. Ну, хорошо, вышел, сыграл, что-то получилось, что-то не получилось. Но его не разглядывают под микроскопом. Понятное дело, что с брони будет история совсем другая. Сколько в Кливленде, помнишь, может быть, турок Джеди Осман? Да, помню. Вот, тоже, ну, типа, чудак не супер топ даже для Кливленда. Он выходит, он дает свои трехочковые, он дает заряд, он, ну, вот, молодец, все, никаких вопросов. Но от него Джеди Осман явно выше по рангу, чем Бронни Джеймс как баскетболист. Но Джеди Осман, если он не попадет 3 из 3 даже, к нему не будет претензий. Если ты Бронни Джеймс и выходишь не попадаешь 3 из 3, то у тебя на следующий день у тебя статья. Почему тебя тащит отец в лигу, если ты этого не достоин? Да, так вот, я к тому, что вот очень, ну, как для Джимми Хароллера, недавно вышел видос. Я где-то хотел вот Бронни объяснить, и там он разбирал всех игроков второго раунда, которые были выбраны за последние 10 лет. И там, если основываться, как это сказать, на тех минутах, которые они дальше получают, вот как только игрока взяли во втором раунде драфта, только 24 из этих 30, пика второго раунда, они попадут в ростер на этот же сезон. Да я и говорю, надо абстрагироваться, брат. Там, короче, 17 из них сыграют больше, чем один сезон в НБА. 8 из них только станут игроками примерно ролевого плана, и 4 будут получать минуты. Я об этом и говорю. Представь, что такое средний игрок второго раунда драфта. Это даже не игрок стартовой пятерки там в Евролиге. Это, ну, средний статистический парень, который со студенческой скамьи попадает в большую лигу и пытается, не закрепляется, пытается закрепиться в этой лиге хотя бы на скамейке. От брони ожидать чего-то просто из-за фамилии, не знаю. Я вообще рад, что он просто выходит на площадку даже в этой летней лиге в предсезонном турнире. Мне просто нравится, что ему дают шанс. То, что он им не пользуется, ну, сам виноват. Я просто к тому, что все равно рассуждение, так подвести черту, из него не нужно строить какую-то там звезду феноменального масштаба. Он может стать одним из вот этих парней, которые выходят в нужные минуты на паркет. Самое главное научиться стабильно бросать трехочковый, чтобы ты не был такой, знаешь, опцией в атаке, на которую не рассчитывают, и в итоге твоя команда играет 4 против 5. Нужно, да, чуть больше понимания баскетбола, и если тебе будут давать эти попытки, не стрематься их и все-таки бросать. У каждого человека бывают там какие-то темные полосы, светлые, но когда ты даже не можешь понять, что сейчас у брони идет, вот он, да, ноль попыток с игры. Ну, вот как это? Ты как бы и понимаешь, когда он бежит и условно там стоит в углу там на протяжении 70% атаки, ну, что ты тут сделаешь? И я потому что, видишь, это как раз сейчас предсезонка. Наблюдая эти матчи, вот тот же самый Далтон Хнект, да, он выше пиком, да, естественно, у него другая позиция, он борется совсем за другие минуты, но он иногда вообще не стесняется, а просто, знаешь, брать и запуливать. Да нет, ну, ты сравнил, этот чудак, он будет в лиге, это точно там, ну, 100%, он закрепится и будет, возможно, в стартовой пятерке потом. Я могу себе представить, что какая-то спортивная дерзость тоже должна быть у человека, потому что, вот я сейчас сколько матчей не посмотрел, иногда, особенно вот, знаешь, момента, где-то такая, когда прошла уже раскачка первые две минуты каждой четверти, иногда происходит действительно очень раннее нападение. Ты получил мяч, подбежал, никого нету, три закинул, попал, не попал, хорошо, это там твои проблемы, если что, тебе тренер даст люлей, когда ты вернешься на скамейку. Ну, ты хотя бы понимаешь, игра идет или нет, другое дело, это может быть не такая, не такая манера игры и стиль, как у самого Бронни. Как я вижу идеальную карьеру Бронни Джеймса? Давай. Изначально, не в Лейкерс, в другой клуб, где вообще насрать на результат. Кстати, вот матч, который ты комментировал, параллельно, может быть, ты слышал, их комментаторы, ну да, Шарлотт, комментаторы говорили, что наша команда для удовольствия, а не для побед. Нет, такую фразу они сказали, ну я могу, конечно, у меня уровень английский не Костя Варивода, но примерно я понял, для чего эта команда. Вот в такую команду Бронни Джеймса, первое, что мы получаем, он от СМИ как будто бы немножко абстрагируется. Почему? Потому что взгляды прикованы к Леброну Джеймсу, лучшему баскетболисту на планете. Если они к нему прикованы, то они прикованы и к команде Леброна Джеймса, то есть к Лейкерс. Если они прикованы к Лейкерсу, то они прикованы и к Бронни Джеймсу, соответственно. Если ты где-то там в Шарлотт, как бы, ну посмотрим, стрельнет, не стрельнет, что там он в ссылке, как будто бы в Сибири, да. Он там где-то играет, отец тут. Потом, у тебя как минимум там два матча в сезоне, когда ты выходишь против отца. Нихерово, очень нихеровая такая история, по-любому афиша, по-любому обсуждаема. Но это два раза в сезон, ну четыре там, ну и там, я не знаю, в какой конференции, да, смотря с командой, с отцовской. У тебя таких стрессовых ситуаций, когда тебя сравнивают с отцом и когда тебе надо сделать больше, чем ты можешь, их считанное количество, вот эти матчи. Тут у тебя 82 таких стрессовых матча, когда ты должен себя показать, потому что на тебя прикованы все взгляды, потому что ты на большом рынке, потому что ты в Лейкерс. Там, в чем плюсы, там у тебя больше минут 100%, там не важна победа, там важно участие, как в нашей любимой там детстве в играх. Там у тебя как будто больше свободы и меньше давления. Тут все иначе. Поэтому вот для меня супер карьера Леброни Джеймса, это вот сейчас окей, да, сезон оббиться, выйти и с отцом на площадку, хотя это уже сделано, это уже закреплено официально, исторически Леброн Джеймс с сыном вышли. Потом взять и просто уйти в другой клуб, который никаких целей не преследует, где ты можешь просто поиграть в баскетбол. И 20 минут, и 30 минут, и хоть весь матч, когда, ну, ничего не надо тебе больше. Ты абстрагирован от всего, ты, за тобой СМИ так не наблюдают, в каком-нибудь Нерленд, Пеликанс, когда ты нахер никому не нужен там. Зайон, когда мы слышим про Зайона? Зайон первый номер драфта, лучший пик. Мы слышим про него, набрал, сбросил, набрал, сбросил. Хотя этот человек, который обсуждался больше всего. В Нерленд Пеликанс мы про него слышим раз в три месяца. Играет он, не играет, набрал 10 килограмм, сбросил 15. Вот только вот это мы слышим. Хотя это, ну, явно не Бронни Джеймс, это величина, которая там прочили ему, самый атлетичный игрок всех времен народа вообще в NBA. К нему нет такого внимания. Потому что чудак Пеликанс, ну, окей, набрал, сбросил, окей, почитали, посмотрели, приняли к сведению. Тут у тебя каждый день про тебя статьи. Зайди на любой портал, введи Бронни Джеймс, у тебя и каждый день, ежедневно про тебя статьи. Что ты лох, что ты не можешь играть на уровне NBA. Что тебя, ну, в общем, я не вижу игрока Бронни Джеймса в большой команде. Он должен быть в маленькой команде и потом, возможно, даже уехать в Европу и не стесняться этого. Не стесняться того, что ты хуже отца играешь в баскетбол. Потому что отец лучше всех на планете играет в баскетбол. Ну, сложно как-то, я не знаю, ну, определенно сложно это, быть лучше него. Или хотя бы там сохранять уровень. Поэтому пусть занимается баскетболом в свое удовольствие. Пусть это не вредит здоровью. Потом едет в Европу. В Европе, я уверен. А почему ты его так в Европу сразу? Ну, потому что это не игрок уровня NBA. Даже если он еще три года будет сидеть, мариноваться на скамейке с отцом, отец закончит. Потом он нахер никому не нужен будет. Вот в чем проблема. Когда отец уйдет, Бронни Джеймс как величина не будет восприниматься. Ну, я же тебе говорю. Должен быть какой-то план, как себя закрепить все-таки в NBA. А нужно ли это? Ты имеешь в виду, нужно ли это ему? Да. Самому Бронни? Да. Он с отцом вышел. Отец себя удовлетворил. Отец получил галочку, что он выходил с сыном. Сын не супер баскетболист. Все это очевидно понимают. Почему не закончить карьеру в 25, заняться модельным бизнесом, дизайнерством, строительством или еще чем-то, будучи миллиардером за счет отцовских средств. И жить в свое удовольствие, строить бизнес, кайфовать. Сыновья Зинодина Зидана из футбола. Очень крутой пример. Побились, поигрались. Кто-то до сих пор играет. В 28 там чудак закончил карьеру спокойно себе. Никто его не критикует. Потому что он не в одной команде с Зинодином был всю жизнь. Он просто, вот они врялся, пришли в школу, пока там был Зидан. Потренировались в Кастилье, еще где-то уехали в третью, во вторую лигу Испании. Играют как хотят. Кто-то завершает карьеру, кто-то еще верит, что он футболист. Все. И счастливая семья. И никто ни на кого не давлеет. Нету статьи каждый день, что Энце Зидан обосрался снова. Да всем насрать. Он где-то во второй лиге в Тенерифе там сидит. И нет такого давления. Хотя, ну, фамилия. И ты понимаешь, что ты не будешь лучше отца. Ну, ты, ну, никак. Особенно, если там вратарь. Один из сыновей вратарь. Вот. Ну, смешно. Ну, для Америки все-таки баскетбол является побольше, я считаю. Чем что? Таким, как это сказать. Национальным достоянием? Да, да, да. Потому что... Не знаю. Тут же ты оцениваешь, как... Играет ли он хорошо в баскетбол? Он играет хорошо в баскетбол. Не, не, не. Научил ли ему чего-то отец? Точно научил. Он играет хорошо в баскетбол. Я просто тому, что если ему хочется играть... Ну, не на уровне нубей. Если ему действительно хочется играть в баскетбол и там, как бы, доказать что-то самому себе, вот, то, в принципе, план ему нарисован. Что сделать? И я думаю, там... Я просто боюсь, сейчас же модно и много говорят про ментальное здоровье. Вот мне просто не хочется, чтобы к 27 годам человек чувствовал себя зарытым в землю из-за того, что у него не получилась баскетбольная карьера. Его всю жизнь сравнивали с отцом, а он хотел заниматься пошивом свадебных платьев изначально. Ну, просто вот у отца есть такой триггер, что ему обязательно сыном сыграть, обязательно вот это поставить галочку, тут поставить галочку. А мы не знаем брони Джеймса как человека. Может, человек вообще абсолютно абстрагирован от баскетбола. Говорят же, Кавай Леннер там, типа, ничего плохого не подумайте. Ну, типа, там, проблемы, да, какая-то ментальная, что он безэмоциональный и так далее. Да, Вейсбрук тот же. Ему уже сто раз. Вейсбрук от противной, скорее всего. Он уже сто раз сказал, что ему этот футбол, ой, баскетбол, это второй план. Мне нравится дизайнерство. Идите все в жопу. У меня хорошо получалось играть в определенные года. Я играл. Сейчас мне это неинтересно. Ну что, я теперь конницу Йокичу буду красить? Да. Как вариант. Ну, я говорю, если действительно такая история, то, наверное, это объясняет, почему он так иногда немного безэмоционально выглядит. Трудно быть эмоциональным, когда тебе говорят, что ты звезда, там, с 11 лет. Очень трудно быть эмоциональным. Это вот как недавний пример, да, который на виду у всех, сын Уилла Смита. Слушай, а знаешь это? Везде с ним по интервью, везде с ним по этим. Ну, блин, ну ты понимаешь, что ты ничего еще в жизни не сделал, а тебя снимают три раза в день уже на кинокамерке. Ну, отчего, почему, не понимаешь, но ты уже знаешь, что ты звезда, и тебе ничего для этого не надо делать. Ни горящие глаза тебе не нужны. Слушай, а я где-то слышал, что на одной из пресс-конференций, ну, именно вот домашней The Lakers, когда у Лебронова самого спрашивали, как вы расцениваете то, что вы сейчас вместе с сыном на одном паркете его делите. И Леброн, если не ошибаюсь, он такую фразу вкинул, что даже когда ему там было 7 или 8 лет, и, точнее, даже не 7 или 8, наверное, побольше, наверное, побольше. И то есть он говорит о том, что он там взял подбор, пробежал через всю площадку и там дальше забил, и я понял, что он действительно особенный. И мне вот интересно, знаешь, со стороны сына, да, вот ты сидишь, и ты слышишь, как о тебе отец говорит такие вещи, как будто, ну, ты типа не от мира сего. То есть вот даже там в таком раннем возрасте ты уже там всех бегал, нагибал. Это тоже, не знаю, хороший план или нет, то есть там у Леброна Кэмп своя история. Представь, как по менталке бьет. Вот тебе с пеленок говорит звезда баскетбола, лучший баскетболист планета, говорит тебе, что ты особенный, потом ты приходишь в лигу, а там 300 человек лучше тебя играют. И ты такой, охренеть, не особенный я, или все еще более особенные, непонятно. И вопросы к отцу тогда, приходишь и спрашиваешь, а почему вот я особенный, а у меня ноль очков. Ладно, короче, давайте здесь про броню немного стопнем, потом мы что-то уже туда куда-то в психологию пошли. Да, согласен, согласен. Просто ты сейчас говоришь, типа там еще там 300 человек, еще что-то такое. Значит, буквально завтра, потому что мы пишем во вторник, сейчас 8-го, завтра уже на Нетфликс выходит сериал «Стартинфайв». «Стартинфайв». Да, где про героев, естественно, мы уже знаем, говорить их имена не будем. Меня, вот что тебе хочется увидеть в этом сериале, опять же, если ты его будешь смотреть? Точно, и я понимаю, что это сделано для коммерции, и того, кого они хотели снять, они не сняли, кроме там Джейсона Тейтума. Не, ну почему, Леброн, хотели-хотели. Не, Леброн это окей, Леброн… Там только вопросы к Сабонису, то есть вот одна из таких… Ну да, да, да. И знаешь, что самое интересное? Энтони Эдвардс, только будет сезончик, уже все. Так нет, Эдвардс играет. В том-то и дело. Один сезон, и все, человек, звезда экрана. Дайте ему в баскетбол поиграть. Он сейчас этот сезон провалит, будете опять его парафинить. Нет, я думаю, что Эдвардс, эта эпатажность, она ему нужна была, это такое хорошее, но меня, во-первых, то есть только вот там, там же сейчас есть ролик, первые пять минут, и там уже так немного показывают то, с чего будет начинаться, да, сериал, и я безусловно рад за Доматаса Сабониса, да, за то, что вот действительно в таких верхних кругах, но даже в этом, в таком тидере своеобразном, если вот, если что меня поправьте, там уже кадр, как о нем говорит его жена. Вот мне вот это, то есть про то, что, и она говорит, опять же, про, знаешь, про вот эти самопожертвования, то есть это не так все просто. Кстати, тоже, кстати, тоже хороший пример, когда в последний раз вспоминали Арвидаса Сабониса в связке с сыном, ну типа тоже редко происходит, только когда он на матчах, его подсвечивают. Ну да. Доманто Сабонис, все, своя фигура сам себе принадлежит, и никто не сравнивает его постоянно. Короче, я просто привык, знаешь, вот эти документалки, и там, то есть про Леброна говорит уже нынешний автор, писатель Зала Славы, там Марк Спенсер, если я не ошибаюсь, он говорит про то, что там тяжело быть Леброном. Какой-то еще другой автор говорит из Атланты, я вообще не понимаю, зачем там женщина из Атланты, ну ладно, это сейчас там, то есть план свое. Но когда про баскетболиста, про звезду говорит его собственная жена. Как будто не супер объективно это все, да? Да это вообще не объективно. Ну да. Да просто, ну просто идиотизм, блин. Во-первых, я не понимаю, как она тут залезла. Не, ладно, хорошо. Я думаю, ее пригласили. Нет, смотри, если это, если я ошибаюсь, если это не его жена, я все слова обратно забираю, все. Но хорошо, тогда все еще остается вопрос. Какая-то женщина говорит про Доманаса Сабониса, которая 100% его знает. Это не какой-то писатель, не автор, не этот, не Важноровский, который ушел на пенсию, не Чаранья, который пришел ему на пост. Вообще какой-то отстраненный человек. Я первый раз его вижу в кадре, она говорит о том, что вот Доманас Сабонис, вы не представляете, чем он жертвует, играя там типа в НБА. Да, помнишь, там показывают, что у него было там рассечение. Помнишь, что был инстинент с Рейманом Грином, когда он на него инстинент был. Да, и мы его как человека, безусловно, поддерживаем. Доманас, хорошо играет там, связочки, Сакрамен. Да, у тебя сейчас там Демар Де Розен пришел показывать. Но зачем вот настолько вот это ванилью сверху, знаешь, приправлять? Вот оно не надо, оно того не стоит. Хорошо, тебе посрать этот сериал, я понял. Я чужду от этого сериала. Если брать все вот эти ключевые фигуры, которые там есть. Да. Леброн, то, что делает Леброн по ходу сезона, мы это все прекрасно знаем, то, что он отлетел от Денвера, хрен с ним вообще. Эту серию реально можно скипать, там все будет ясно. Значит, Энтони Эдвардс. Мне интересно, что скажет про вот тот камбэк с Денвером. Там вот это была 77 игра, минус 20. Какая вся история, что дальше. Мне интересно, что он скажет про то, как они удалось в итоге отгребли. Про Сабониса я не знаю, что там интересное смотреть. То есть, это как бы... Рецепты литовские, может, какие-то. Кухня, литовская кухня. Нет, хорошо, к всей нашей европейской публике я обращаюсь, что... Я просто говорю, что градус смотрибельности будет вот чуть-чуть пониже. Нет, хотели бы европейскую публику, пожалуйста. Дончич, Йокич. Ну, я думаю, что... Это намного, просто не договорились. А мне вот интересно, да, они, наверное, в деньгах не сошлись. Да, конечно, просто не договорились, поэтому я не хочу это смотреть. Это, типа, что получилось? Нам надо было сделать сериал, вот с кем договорились, пожалуйста. Да, Манта Сабонис. Ну, кому ты нужен, старик? Но, просто это же все снималось в прошлом сезоне. Естественно, да, Джессин Тейтум. Да, это... В тизере он сказал очень интересную фразу. Я чемпион. Я готов себе палец, если что, отрезать, чтобы у меня был перстень. У меня сразу, знаешь, вот из игры вот это было раньше, Ассасин Скрит, где они палец отрезали, чтобы туда клинок скрытый выезжал. Ну, конечно, он хорошо, знаешь, так подвел, потому что, если это все снималось в старте сезона, то, как они в конечном счете выиграли чемпионство, это, конечно, крутая будет история. Другое дело, если будет круто, но я уверен, об этом не спросят, что вы про MVP считаете? Про MVP конференции и про MVP финала? Что, как у вас? Слишком острый вопрос за динарарное интервью. Да, и там опять же, там, сразу он там с ребенком, со своим сыном, который тоже получит перстень, хотя вообще еще кольцо не бросал, только его Тейтум, видно, там подсаживает. Ну, и мы возвращаемся, точнее, как плавно подходим к Джимми Баттлеру. Почему интересно? Потому что, во-первых, да, вот эта травма, которую он получил в матче с Филадельфией, что было бы... Но хочет контракт. Да, что было бы, если... Другой момент, чем интересно, что он там такого, может быть, наговорил, потому что, ну, хотя Пэт Райли, я уверен, что посмотрел, наверное, но мы помним всю эту пресс-конференцию, когда он говорил, если это Джимми Баттлер, нужно было свою пасть захлопнуть и ничего не говорить. И второй момент, здесь еще получается какая история, сейчас он, вроде бы, сезон входит полностью здоровый. Да. И если там он чего-то наговорил такого суперинтересного и действительно выдвигающего его на позиции игрока, если бы... Он же говорил тогда, что если бы я играл, то Бостон бы отправился домой. Ну, тогда очень много будет ожиданий вот в этом сезоне как раз вот от Баттлера. Поэтому вот так разделяем на все эти кусочки Баттлер, Эдвардс и Тейтум. Вот это для меня очень интересная история. Да, это интересно действительно. Это действительно интересно. И опять же, это интересно в разрезе, уже подходя к плей-офф. Чем они нас заинтересуют на стадии регулярного чемпионата? Ну, может быть, что-то будет с матча с звездами, знаешь, вот это перед тем, эта история. Лейкерс выиграли свой кубок в первую... Внутри сезона. Да, внутри сезона. Может быть, что-то на этом завяжут. Но в любом случае посмотреть надо будет. Если что, я тебе самое интересное скажу. Так вот, затронули мы немного Джимми Баттлера, а в том сезоне, в том выпуске мы не поговорили про Майами. Да, Майами мы упустили. Да. Майами такая очень интересная франшиза. И почему, в принципе, вот у меня к ней такая любовь сложилась. И почему я считаю, что даже в этом сезоне они скрыты контендеры. Потому что их... Как кто-то хорошо в комментариях написал, когда Костя говорит, что ждет Майами, обязательно в конце сезона ждем выпуск, что не получилось в Майами от Кости. Вот. Их показатель побед в регулярном сезоне ни о чем не говорит. Нужно обращать внимание на другие вещи. Вот, например, во времена Леброна, когда еще... Бош Уэйт. Да. Как раз та самая заря, хит в регулярке выигрывали от 46 до 58 побед. Дальше было вот это 5 лет стагнации. Там они выигрывали 37-44 победы. Ну, то есть я беру самый низший и самый высокий показатель. После того, как пришел Джимми Батлер, да, естественно, планка чуть подросла, 40-53 победы. Когда хит выигрывали 44 победы, 44 матча в регулярном сезоне, они как раз в этих двух сезонах выходили в финал. И все прекрасно понимают, что по тем сериям, да, это было своего рода геройство. Да, это был вариант, который никто, наверное, не выбирал, если рассматривать вот эти две команды в разрезе. Но, что интересно, если взять прошлый сезон, потому что, вот, допустим, ты главный тренер команды, ну, или ты в тренерском штабе, да. Ты же прекрасно понимаешь, что в 82 игры достаточно долгая дистанция. Тем более, как бы, все это, хотел сказать, полушарие. Вот, вся лига разделена в конечном счете на Запад и Восток. И тебе нужно, чтобы дойти до финала, тебе нужно пройти всю свою сначала конференцию. То есть, играя в матчах против своей конференции, ты в любом случае должен быть более чем сосредоточен, чем в случае в Майами, мы берем, да, западную. В борьбе за место. Да, никто не говорит, что это матчи проходные. Естественно, всегда классно сыграть против Денвера, против Клиперс, против, там, Хьюстона, неважно. Но матчи регулярного сезона, это то, на что, действительно, я вот обратил внимание, хит они берут за основу, подходя и готовясь к плей-офф. Значит, прошлый сезон, мы понимаем, что выиграли они не так уж много матчей, но, если брать серии команд, они выиграли у Атланты 3-1, выиграли у Чикаго 3-2, у Хорнесс 4-0, у Кливленда 3-1, у Детройта 4-0, у Торонто 3-1, у Вашингтона 3-1, у Орландо 3-1. Я сейчас беру команды с Восточной конференции, да. Интересные, конечно, серии в Идрис, например, с Нью-Йорком. Они проиграли 1-2. С Филадельфии они проиграли 2-3. Милоки 1-2, Индиана 1-2, ну, Бостон 0-3 улетели. Тут плей-ин не считается с Филадельфией. Нет. Только регулярка. Что примечательное вот в этих проигранных сериях, якобы, да, проигранных. Вот, например, с Бостоном. Три матча. Они проиграли их все, но проиграли минус 8, минус 33 и минус 4. В моих глазах, возможно, с розовыми очками. Они очень затуманенные кости. Но матчи, которые заканчиваются минус 8, минус 4, я опять же, я сразу же… Это считай победу. Майами, в принципе, молодцы. Нет, я отмел сразу. Может, кто-то не играл, не играл. Травмы – это все спортивная составляющая, никто у них не убирает. Но они, по крайней мере, были близкие. А вот минус 33, как ты объяснишь? Вот минус 33 – это… Кто-то 11 трехочковых попал. Но если бы их не было, то Майами, в принципе, не было. Но это действительно матч для меня загадка, потому что остальные матчи, вот с проигранных сериях, самый большой проигрыш был минус 13. И в итоге это Индиане. Причем Индиане минус 13, а второй матч минус 2. Милоки проиграли минус 12, минус 7. Если я не ошибаюсь, еще Майами – один из топ-клубов в рейтинге, которые в четвертую четверть заходили проигрывающими. И это не должно радовать тебя. У них есть хорошее свойство. Они могут в четвертой четверти минус 10 отыграть. Да, но могут и преимущества просрать. Это правда. Но они очень часто заходят в четвертую четверть в качестве отстающих. Вот это меня очень сильно напрягает. Да, да. Ну да, смотри, вернемся дальше. Нью-Йорк минус 2, минус 14. И Феодельфия минус 7, минус 4, минус 1. Я к чему так мягко подстилаю Солому? В каждой из этих серий был как минимум один матч, который находился буквально на весах до конца 2-3 минуты. И естественно тут не повезло. Другой вопрос, что они может в четвертую четверть заходили минус 20 и отыгрывали до минус 8. И тебе кажется, что это близкий матч. Почему ты сразу все так вот срубаешь? Да, срубаешь. Еще раз говорю, ну представляешь, разобрать сколько это дохренища матчей. Я просто взял вот таких, даже если хорошо не добрались, добрались до туда. Ну блин. Ну добрались же. Минус 2 же ты просто так не проиграешь. Согласен. Я понимаю, что может быть где-то был матч, они проигрывали в минус 5, в итоге со своей половиной швырнули минус 2. Но я к тому, что все равно. При игре с сильными командами именно на Востоке они не так уж и плохи. И вот это многим так пелену, знаешь, на глаза застилает. Но приходит время плей-офф и вы видите совсем другие Miami Heat. Значит, мне что понравилось, это было еще до предсезонки, до старта, вот была пресс-конференция. Некоторые я там реплики говорил про то, что Спейлсер говорил, минуты нужно будет всем зарабатывать. И вся вот эта история. У меня складывается такое ощущение, что между Пэтом Райли и Джимми Баттлером, знаешь, нету неприязни. Но у них на этот сезон очень много поставлено, что одного со стороны другого. Если Баттлер еще раз выведет Heat в финал, а если, не дай бог, они и выиграют, то этот контракт он получит. Скорее всего, там такая история. Сам Джимми Баттлер тоже говорил в комментариях на сборах о том, что он, знаешь, как будто, какая же была фраза сейчас. Он говорил о том, что денег я уже для себя заработал, мне хочется здесь больше немного про спортивные достижения. Ну, играй бесплатно 5 лет, хули ты. Ну, тут, к сожалению, нет. У него вот такая фраза была, что он живет здесь и сейчас и не думает, как бы, о контракте. Ну, деньги позволяет. Отдай нам и иди играй. Да, да, да. Интересную фразу Спейлсер сказал о том, что в этом конкретном сезоне действительно я нужен Джимми Баттлеру, и Джимми Баттлер нужен мне. Я тут подразумеваю, ты знаешь, двухсторонний обмен любезностями, но который хотя бы прошел. Баттлер тоже об этом упомянул. Ну, это не та история, если мы поговорим про Кумингу и Стива Кера, которые не понимают, кто вообще на какой позиции будет играть. Классно, что прослеживались вопросы к Талеру, Хиру, к Бэму, к Спаэльсеру, к Баттлеру про Бостон. И вот это поражение в прошлом году 1-4, когда они отлетели. Видно, что команда действительно настроена. И с Бостоном интересная статистика, значит, по сериям. Если посмотреть, они когда отлетали от Бостона, вот сезон 21-22, они закончили на первом месте регулярку, 3-4 отлетели от Бостона в финале конференции. На следующий год вышли в финал с Денвером. В прошлом сезоне они вылетели от Бостона. По идее, в этом году мы снова хит ожидаем в финале. Но это если так в воздух, как я накидываю, смотри. Я уверен, это в плей-ин, еле-еле в плей-офф попадут, просто вот на зубах, как всегда. Ну так в этом же и весь кайф, понимаешь? А потом выходит Майами против, самое главное, не против Бостона в первом раунде. То есть, ну я все-таки думаю, им немного стоит разогнаться. Ну, в общем, если так быстренько по команде пройтись, Терри Разье возвращается после травмы. Талер Хирову прибавил 6 килограмм массы, выглядит так действительно повнушительнее. Плюс побрился такой, я говорю, как из тюрьмы вышел, как будто. Не исключено. Можно летом что-то плохое сделать. Ну и сам он говорит, что я такой вот армейский стиль выбрал на этот сезон. Боец. Мы тебя тогда пойдем тащить. Поэтому я очень удивлюсь, если где-то посередине сезона он выйдет там с какими-то дредами. Вот вся такая история. Про Джоша Кристофера я говорил. Сегодня буквально, когда ехал сюда на запись у них, значит, они пели песню Backstreet Boys в тайм-ауте, на скриммидже, который играли всей командой, и Джимми Баттли тоже немного подпевал. Ну чувствую, блин, вот хочется, чтобы зрители немного тоже влюбились в эту команду. Ну, короче, что самое главное. Я просто хочу... Это видно, Костя. Я уверен, что в каждой команде есть ролики, где они поют вместе, но именно в Майами поют. Но в Май... Как поют? Еще и Backstreet Boys. Это вообще бомба. Вообще. Но, смотри. Да. Значит, если даже возвращаться... Сейчас я подведу. Когда у Спейльса спрашивали, слушайте, на что вы больше всего обратили внимание, когда вы ездили на Олимпиаду вместе с тренерским штабом, и Бэм действительно представлял, да, Майами. Он говорит, что мне понравилось то, как к нему игроки относятся в сборной. Там в любом случае все в суперзвезды, но все Бэма уважают за то, какую он работу проделал, что он действительно в защите может обороняться 1-5. И ведь вот этот, скажем так, нонсенс, который начался с того, что Бэм начал бросать трехочковые на Олимпиаде. Ну да. Я просто не очень понимаю, а как они вот приезжают на Олимпиаду, команда, их там условно 14 человек, как они должны не уважать? Ну типа, они все супермиллионеры. Вот что? Он говорит, иди постирай носки, вонючка. Нет, 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 но я к тому, что из всех, кто были выбраны... Я уверен, что там и Тариза Холлибертона уважали, хотя кто-то не играл. Нет, Тариз Холлибертон, он там такой вообще, он просто фоткался на скамейке. Но я к тому, что, ну вот, не знаю, Тейтума нужно приводить пример или нет. Да и вы тоже точно так же уважали. У них все, у всех хорошо. Короче, неважно. Я к тому, что не относились старосортно. Я вот про что. Хорошо. Ну и опять же, накид был год. Да, да, да. Давай скажем, что он был лидером на Олимпиаде команды. Он был безусловным. Давай так. И Спайлсер что отметил? В моменты, когда заканчивались командные тренировки, он как будто немного вернулся, знаешь, в те времена, когда он не находился еще главным тренером. И они оставались с Бэмом на тренировке, когда могли просто поговорить о чем-то. И Спайлсер ему просто мечи подавал. То есть вот такая история. Сейчас, конечно, в Майами это представить сложно. Но мы говорили о том, что брони нужно бросать трехочковые. У Бэма история точно такая же. Все-таки он не, скажем, не габаритов Джоэля Эмбида. Карантони Таунсер с тем, с кем ему предстоит бодаться в этом сезоне. Барзингис туда же отметим. Джеред Алиан, все эти большие ребятки. И меня очень радует тот факт, что даже просто когда на тренировочном матче они играют, ты там видишь, что репортеры просто в Твиттере запрещены на социальной сети в Российской Федерации. Говорят о том, что, блин, Бэм первая четверть, три с пяти, с трехочковой. То есть я так подразумеваю, что в этом сезоне это уже не будет новостью. Бэм должен выходить на дугу и вот растягивать. Если у него это все получится, это очень большой плюс в борьбе действительно с командами, которые представляют вот там топ-эшелон. Можно, насколько хочешь, говорить про ролевых игроков, сколько они там работы вложат. Но, короче, к чему я это все? Надеюсь, не я один буду болеть за Майами. Надеюсь, не я один тот человек, кто будет болеть за Майами. И, подожди, нет, что-то я очень много выписывал, и почему-то я потерял эту информацию. Ой-ой-ой, может быть, она сгорела? Может, ты как Гоголь второй мертвый душ. Нет, 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 потому что это была, знаешь, такая первая часть. А, вот, смотри, вот, значит. Еще минут сорок. Нет, нет. Даже не выписал на каком портале, значит, вышел список игроков по позициям. И то, как они ранжируются относительно даже команд. Ну, то есть, вот, к примеру, разыгрывающие. Там, действительно, вот так, если сверху вниз, то первое, от лучшего к худшему. Лука, Шей, Брандсон, Стеф, Холибертон, Лилард, Макси, Янг, Харден, все вот эти известные фамилии. И если брать ростер Майами, Терри Розье в этом списке 25-й. Ну, то есть, на позиции разыгрывающего от хит ничего особо там стоит ожидать. Дальше, на позиции второго номера, если Эдвардс, Митчелл, Кайри, Бриджес, Бэйн, Лавин, Мюррей, Уайт, короче, Тайлер Хироу, там 12-й. Я считаю, в принципе, резонно. На позиции самого форварда, Батлер четвертый, может быть, притянуто за уши, но хоть где-то. Короче, ты имеешь в виду, что в Майами все игроки как будто бы по общему рейтингу второсортные? Не, не то, что второсортные. Например, на позиции мощного форварда, если будет у нас играть Никола Йович, ну это вообще 30-е место. Ну и на позиции центрового это Бэм. То есть, если... А у Бэм какой? Пятая. Ну, нормально. Там Йоки, Чембит, Дэвид, Сабонис. Вот, Сабонис. Кстати, прикольно было бы, если Бэма включили. А, ну там уже и Батлер есть в этой стартинг-файве. Я к тому, что если просто средний так рассчитать, хит в районе 15-го находится. Они и не лучшие, они и не худшие. И здесь как раз включается тот момент, я считаю тот момент, успех команды действительно многое зависит от тренерского штаба и координации. Потому что не могут быть отданы похвалы с поэстой просто так всеми буквально командами, всеми игроками, что хит на таком составе, на таком ростере всегда, если травмы не случаются, они в плей-офф доезжают на то, куда они максимально могут. Ну никто бы тебе в здравом смысле не сказал, что хит без Джимми Батлера выиграют серию у Бостона. Ну это просто нереально, это невозможно. В другой момент, когда Джимми Батлер был, такие прецеденты были. Ну да. И тут хоть ты не изгаляйся с поэстой, но ты не можешь ничего придумать, если ты отнимаешь игрока, который в матче тебя может дать от 20 до 30 очков. Причем дать это без каких-либо команды взаимодействий, либо когда что-то идет совсем не так, как ты хочешь. Знаешь, мне кажется, ты зациклен на Майами и в то же время вот в этом сезоне мне, на мой взгляд, мне подразумевается, что Миннесота, например, я бы тоже не сказал, что эта команда достойна такого высокого места. Касаясь Финикса, наоборот, бы я сказал, что эта команда как раз-таки топ по всем позициям. Там Дюрант бил Букер, первые три позиции точно закрыты, а она, наоборот, не оправдала ожиданий. Много команд, Сакраменто, если ты помнишь, прошлого или позапрошлого сезона, тоже. И там ни один игрок в двадцатке лучших не находился по позиции. Это же ребята все на западе. Ну это да, это да. А на востоке, возвращаясь к тому, что да, ты, смотри, ты в любом случае будешь играть с Бостом, ты в любом случае будешь играть с Силадельфией, с этими новыми Никс. Но точно такая же история. Милуоки, да, там тоже Демиану Лиларду есть что доказывать. Но есть такие же команды, как хотя нет, Индиана тоже сильная. Сильные, сильные, сейчас все сильные. И вот, кстати говоря, Индиана тоже может удивить. Много команд, которые вот могут с потенциалом. Вот Орландо, такие команд сейчас куча. И Кливленд, мне это нравится. Мне это нравится, что там от Мобли какого-нибудь мы можем ожидать суперсезона. От Банкера мы можем ожидать суперсезона. И вроде бы это как бы и не звезды, а в то же время игроки, которые могут в одиночку вывести команду в плейл. Ну если так, по этому списку протестива, Феодельфия и Амбит всегда ни рыба, ни мясо. Амбит, ни рыба, ни мясо, но есть, допустим, Тайрис Макси, который в одного затаскивал. Да подожди, дай я вот эту поверхностную аналитику проведу. Пожалуйста. То самое, типа, что всем нравится. Милоки, ну Янис, еще он не умеет бросать его, просто перед ним стену поставить ничего не будет. Индиана Холиберд, он еще не вырос. Майл Стернер, хоть и хороший шутер, но в этот раз будет бросать все в молоко. Ну а Бостон, а Бостон просто сломается. Сломается. Нет мотивации, глаза пустые, не горячие, уже после чемпионства. Просто сломается. Пустота. Ну когда-то уже должна лавочка прикрыться. Косом, мы супер долго сидим. Не-не-не, я не могу без квиза закончить, но давай. Я хотел бы еще вот буквально на две минуты. Маркус Март в Никс. Что думаешь? Маркус Март в Никс? Да, все сватают с Марта в Никс. Он же только что недавно выходил и играл за Майкл. Да, не-не-не, ну я и не говорю, что это свершившаяся сделка. Это сейчас обсуждается. Нужен, не нужен. Вот Никс новый с Таунсом. Вот как раз, чтобы развалить эту команду. Вот мне тоже кажется, что он там вообще лишний. Типа защитник, защитник, все хвалят за защиту, но... Не захотели бы защитника, нашли бы другого. Да. Пиджи-такера с отказа в Филадельфии. Вот как Бостон нашли Джу Холиде, идеальная замена. Вообще просто ни слова. Теперь Джу Холиде не пикает, не вякает, просто персень собирает и кайфует. Ну да. Сэм Хаузер снова вышел в предсезонке, навалил этих трехочковых. Да это вообще уникально. Я вообще... Либо в финале, либо в предсезонке. Его не видно по сезону, но потом... Кстати, Сэм Хаузер был тоже вот в этом списке, но он просто большой. Вот если бы Броне был такого же роста, как Сэм Хаузер, вообще я не представляю реально, как с Бостоном бороться, потому что... Да никак. Нет, можно Бостону сейчас чемпионство отдавать. Если ничего не случится и в коридоре Тейтум с Брауном вот так друг об друга не упадут, не сломают две ноги, ничего не будет. Ну типа шансов нет ни у кого. Я уже не знаю, может быть ментально нужно как-то на Тейтум надавить или... Сейчас это сложно делать, потому что Тейтум уже выиграл. Он уже все-таки миру доказал. Действительно, конечно, он без MVP. Ну вот с Денвером они играли, но там просто скамейка настолько даже сбалансирована, и выходит Пейтон Причард становится главной звездой матча просто потому, что он может. И от этого никто не удивляется, потому что Пейтон Причард и до этого в регулярке и в прошлой так делал. И супер поливал из-за дуги. Короче, я не знаю, там такой баланс. Даже если кто-то из звезд ломается, баланс все равно будет присутствовать и шансы есть. Они снова найдут какого-нибудь лоха, который кажется лохом, а потом он идеально вписывается. Не то чтобы лоха, а просто вот так точишь здесь, знаешь, кого-нибудь себя обменяют. И я все-таки буду думать, а что? Что, зачем он? Да, тут он у нас оказывается идеально... Раз и три трехочковых в концовке. Идеально, да, в схему вписывается. И если у Денвера Йокич уходит, все рушится, а здесь просто выходит второй юнит, он рано играет. Ладно, давай в очередной раз докажем всем, что я невероятно тупой и на этом закончу. Ах, здесь сложно. Короче, здесь сложно, но быстро. Сразу отлетишь. Какой в этот раз задача у нас эквиза? Мы будем брать года с 13 сезона, начиная с 13-14 и дальше. Я тебя буду называть категорию статистическую и буду называть команду. Твоя задача – назвать игрока. То есть это, который лучший в определенной категории. Передачи, подборы, вся такая история. Интересно. Ну, это сложно. Нет, на самом деле это не очень сложно. Я тебе буду говорить команду. Ты можешь просто сказать фамилию. Давай. Я не буду даже года, я просто 13-14... Хотя нет, буду года и что будет дальше. Давай, 13-14 Оклахома. Это сейчас идет... А в лучший в чем? Набор очков. Кевин Дюрант. Все правильно. 14-15 Оклахома. Кевин Дюрант. Нет. Рассел Вейсбрук. Все правильно. 15-16 Голден Стейт. Стеф Карри. 16-17 Оклахома. Рассел Вейсбрук. 17-18 Хьюстон. Джеймс Харден. 18-19 Хьюстон. Джеймс Харден. 19-20 Хьюстон. Джеймс Харден. 20-21 Голден Стейт. Стеф Карри. 21-22 Филадельфия. Джоэль Имбит. 22-23 Филадельфия. Джоэль Имбит. 23-24 Даллас. И Лука Дончич. Все, видишь, как все просто. Ну, это, здрасте, это самая легкая категория. Сейчас ты у меня скажешь перехват, и я обосрусь. Но теперь мы добавим немного перца, блядь. Потому что не так все, естественно, что учитывался показатель 58 и больше игр. То есть это не какие-то, да, лохи. Потери в сезоне. Общее количество. 13-14 Вашингтон. Джон Уолл. Хорош. 14-15 Хьюстон. 14-15 Хьюстон. Ну, пускай Харден. Все верно. 15-16 Хьюстон. Харден. 16-17 Хьюстон. 17-18 Оклахома. Ну, кстати, похоже на него. Рассел Весбрук. Все верно. 18-19 Хьюстон. Ну, там некому больше. 19-20 Хьюстон. Некому больше борода. 20-21 Вашингтон. 20-21? Да. Вот тут бы не обосраться. Вот Джон Уолл к тому времени, по-моему, был обменен уже на свои конские эти контракты. Конские контракты. В Вашике кто был разыгрывающим топовым? Ну, по общим потерям-то. Не, ну, значит, он много владел мячом. Ну, дай подсказку. Это не Джон Уолл? Нет, это не Джон Уолл. Вот, все. Это меня успокоило. Значит, правильно мыслю. Вашингтон 20-21. Разыгрывающий. Тупой. Ну, вот вылетело из головы. Думаешь, я вот так себе не задаю вопрос. Кто в Вашингтоне был 20-21 разыгрывающим и все время был с мячом? Мог ли он там уже быть? Рассел Весбрук. Рассел Весбрук, все правильно. 21-22, 22-23. Атланта. Трей Янг. Ну, и последний сезон Даллас. Дончич. Все. Последняя категория. Вот здесь будет действительно интересно. Лидеры по защитному рейтингу на площадке. 13-14. Подожди, что значит защитный рейтинг? Плюс-минус в игре или... Именно защитный. То есть, сколько... На 100 владений. Да, набирает вместе с тобой. Поехали. 13-14. Чикаго. Карлос Бузер. Нет. То есть, это, скорее всего, люди, которые косвенно или где-то могли упоминаться в защитных пятерках. Карлос Бузер, к сожалению, великолепный игрок. Чикаго. 14-15. 13-14. 13-14. Еще лучше. Центровой. Центровой. Чикаго. 13-14. Юаким Ноа. Все верно. 14-15. Сан-Антонио. 14-15. Сан-Антонио. 10 лет назад играл Тим Данг? Играл, играл. Ну ты что, они в 13-14, если не ошибаюсь, выиграли. Да, у меня просто... Но это не Тим Данг. Джетлаг. Так. Ну это кто-то из чемпионского состава, явно. Да, из чемпионского. Либо Паркер, либо Женобиль. Либо... Вот еще одного ты человечка забываешь. Нет, Робинсон давно был. Сейчас, 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 сейчас. Одного человечка забываю? Да, да, да. Такого прям... Кавай? Кавай, все правильно. Подожди, а ты какой фильтр ставил на много игр провел? Он же стравмировался. Он не мог, в принципе, получить, потому что там 58 плюс учитывается. А, ну да, ладно. 15-16, Майами. 15-16, Майами. Да. Крис Бош? Нет. Но вот это немного тяжеловато, но... Но не невыполнимо. Это центровой. Центровой? Ну еще много там о своем рейтинге в 2K беспокоился. Такой обычно у звезд не бывает, а вот он вылетел там, по блокшотов раздавал кучу. Шаг? 15-16. Хасан его зовут. Ну понятно, Хасан Вайцайт. Хасан Вайцайт. Придурок, который получал до хера бабок в свое время и ничего не сделал. Ну вот нет из-за этих рейтингов, скорее всего. Все, понял, понял. Дальше 16-17 и 17-18. Один и тот же человек из Детройта. Андре Драмонт. Все, верно, Андре Драмонт. 18-19, ну в Майами тут, скажем, Вайцайт, тут в принципе понятно. 19-20, Милоки. 19-20, ну Янис. Ага, 20-21, Юта. 20-21, Юта. Сейчас скажу. Или не скажу. Вьюти, Вьюти, кто супер? Защитник был. Ну, наверное, слушай, ну ГБР все время получал, давай ГБРа. ГБР? Ну, ну, просто меня смутило, что, ну ладно, окей. 21-22, Бостон. Тоже большой парень. Но он такой, наверное, не слишком известный. Может быть, тяжеловато. Поизвестней, чем Люк Карнет, я думаю. Поизвестней, поизвестней. Если не ошибаюсь, у него кличка была Тайм Лорд. Тайм Лорд? Да. В очень правильное мгновение релизил блок. Релизил блок, это что-то... Это обратный релиз мяча. Так, я не знаю. Правда, не знаю. Роберт Уильямс. Блин, ну мог бы, да, вспомнить. Мог бы вспомнить. 22-23, Мемфис. Джеред... Джексон. Джеред Джексон. И 23-24, Миннесота. Карл Энтони Таунс. Руди Габер. Руди Габер. Да. Прикольно, прикольно. Ну, это я тупанул, да, конечно, Руди Габер, если касаться защиты. Ну, и Карл Энтони Таунс тоже, как мы выяснили, неплохой защиты. А нормальная Шака в 15-й год отправила? Вот это прям вообще, это прям вообще бомба была. Я вообще отключился, я хер знает, как это. Просто Шак, так... Я вообще не понимаю. А с вами учитывая, что Шак никогда не был известен, ну, прям такими защитными действиями. Шак никогда не был известен в 15-м году, как игрок Майами. Вот что меня больше всего смутило. Ну, это такое. Ладно, я тупой. За скобкой. Друзья, быстренько перешли по ссылке в описании, подписались на наши соцсети, и ТГ, и ВКонтакте. Очень важно, потому что сезон не за горами, друзья мои. И напишите про Бронни Джеймса. Ну, действительно нам что-то ожидать, или, ну, мы все с Костей правильно говорим, второй раунд драфта. Это игроки весьма средние, надо абстрагироваться, дать пацану просто немножко свободы. Напишите также про Майами. Насколько у Кости повысилась температура, что он начал бредить. Ну, почему Майами должны в этом сезоне, и вообще кому что они должны, с таким составом и старым Джимми Баттлером. Напишите, что ждет. Вот мне интересно, Паталеру Хиру и Бэму Адыбаю. Вот они, мне кажется, суперперспективные. По поводу Майами, да, как раз вот эта новость везде все уже облетела, что теперь называется Пэт Райли Корт от Кэсси Эд Центр. То есть на Корте, да, выкавечили его имя. Мне понравилась реакция Пэт Райли. Ему когда, знаешь, там шторки раздвигали, он говорит, да, говорит, это круто, но, говорит, это как бы не наша цель. Просто у человека, мне кажется, у него настолько уже винты закручены, чтобы выиграть наконец-то. Потому что ведь он, после того, как Леброн ушел, у него, знаешь, как будто цель. Просто чтобы хотя бы без Леброна, хоть Леброн уже там старый пирдун будет, но он потом скажет, ты знаешь, даже без тебя. Мы все равно чемпионы. Константин Варивода, великолепно. Сегодня Костя, как и всегда, впрочем, кому мы врем, весь выпуск тащил. Супер статистика по Броне и Майами. Ну, по Майами я не сомневался. Мне кажется, Костя мог не выписывать у него в голове. Это все есть. Ну и Суперквиз, в котором я немножечко обделался. Ну, не, не, ну, хорошо. Ну, в принципе, да, неплохо, сравнительно. Спасибо большое за просмотр. Следующий выпуск у нас. Превью наград следующего сезона. Мы вам расскажем, кто эти награды получит, и кто, самое главное, станет чемпионом. Хотя из этого разговора, мне кажется, про Бостон было уже все понятно. Я думал про Майами все-таки. Ну, да ладно. Майами в финале. А там мы уже посередине. Да. Все, друзья, до следующей недели. Ждем выпуска превью. И обязательно подписывайтесь на соцсети. На этом все. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова